В Казахстане почти половина автопарка службы скорой помощи изношена. Проблема решается текущим ремонтом, либо закупом новых машин. Однако с учетом быстрой амортизации, санитарный транспорт работает 24 на 7, и этого недостаточно. В Минздраве с проблемой знакомые, там уверяют, вопрос взят на карандаш. И наша съемочная группа посетила автопарк столичной станции. Коллега Сеня Ковжасарова расскажет подробнее о состоянии здешних машин. Это автопарк столичной станции скорой помощи. Хотя на первый взгляд может показаться, что СТО по ремонту санитарных машин. Из 145 карет на ходу только 80, 10 идут под списание, остальные ремонтируются. Машины санитарные круглый год ездят. У нас на одну машину 4 бригады. Она круглосуточно ездит, соответственно идет большой износ. На сегодняшний момент сейчас мы объявились, и в данный момент мы ждем результатов объявления. Мы все машины передали обслуживание и ремонт на аутсорсинг. В настоящий момент идутся розоверши. Проблем хватает. Стараюсь выходить из ситуации, но основная проблема это сейчас санитарные машины. Только в Астане на пульт скорой помощи ежесуточно поступает до 3000 звонков. Бывает и больше 5000. И за дня в день их обслуживают 100 бригад. Столичной станции признаются, машин не хватает. Техники недостаточно. Это приоритетная задача, которую на сегодняшний день мы решаем совместно руководством нашего города. Амортизация фактическая 4,5 года. А по документации она должна стоять и быть использована 6,5 лет. Наша машина не останавливается ни днем, ни ночью. В отличие от организаций, которые не работают ночью. У нас такая проблема уже несколько лет, несколько десятков лет. Мы опросили жителей столицы, довольны ли они работой службы скорой помощи. На качество оказания услуг никто не пожаловался. Но вот на время прибытия многие. Скорая помощь не приезжает вовремя. Два или три часа прождали, так и не приехали. В итоге сами поехали в областную больницу. Давление у меня поднялось до 200. В последнее время, замечаю, подолгу ждешь санитарную машину. Ну, смотря какие случаи были. Если тяжелые, тогда, конечно, скорая быстрее приезжала. А если не такие критичные, то от полчаса до часа примерно ждали. Ну, смотря еще, в каком районе вы живете. Например, мы живем на Тлинзиве, пока до нас доедет. Приехала сразу. Ну, где-то не сразу, а вот через 30-40 минут. Даже ночью вызывали мы. И обслуживание было, ну, вот, квалифицированное, так скажем. Износ карет скорой помощи – проблема всех регионов. Под эту статистику подпадает почти половина автопарка страны. Ежегодно машины наматывают до 150 тысяч километров. Минздрав, Акиматы и отраслевые управления не успевают обновлять возрастной транспорт. Автопаркам все станции скорой помощи 100% обеспечены. Но есть, конечно, износ. На данный момент, на первый квартал 2024 года, 44% из общего автопарка составляет изношенный автомобиль. Это не говорит, что они все там одномоментно встали, не ходят. Они ремонтируются. По мере возможности обновляются. Мне очень тяжело сейчас вам проявить, достаточно ли денег выделяется. Раз мы не можем на данный момент обеспечить одновременно все автомобили поменять на новые, значит, это мое мнение, значит, мы недостаточно выделяем. Конечно, это все весит уже от бюджета. В прошлом году региональные гаражи пополнились на 94 машины. Больше половины из них закупили для Алматы. Остальную часть для Кызлардинской, Мангастауской области, Улытау. В этом году приобрели всего 13 карет скорой помощи. Все для туркестанского региона. Минздраве заверили, по мере возможности возрастные машины продолжат обновлять. Между тем, казахстанский автопром планирует довести локализацию мелкоузловой сборки до 20%. Инициативу реализуют до конца года, сообщают в Минпромышленности. Это говорят эксперты. Часть стратегии по развитию отечественного автопрома. Она предусматривает поэтапное увеличение доли казахстанских компонентов в производстве автомобилей. Наш коллега Алишер Ашимов продолжит тему. От мелкой детали до готовой продукции. На Кустанайском заводе сейчас собирают автомобили мировых брендов из готовых компонентов. В планах локализовать производство части из них. Тут же в регионе, что позволит не только удешевить процесс, но и создать рабочие места. Мы планируем локализовать сидения, выхлопную систему, электрожгуты. Есть еще коврики. Такие элементы вроде бы небольшие, но с точки зрения экономии в логистике, чтобы не возить эти вещи за 2000-3000 километров, лучше их производить рядом с конвейером. В этом году с конвейера завода планируют выпустить 120 тысяч машин. В целом, говорят эксперты, отечественный автопром обладает огромным потенциалом. В этом году на него возлагают надежды и ставят амбициозную цель – довести локализацию мелкоузловой сборки автомобилей до 20%. План у нас по легковым автомобилям в текущем году составляет 160 тысяч автомобилей. Исходя из этого, не менее 32 тысяч машин мы в этом году произведем метод мелкоузовой сборки. Также в рамках данных изменений к 2025 году мы планируем достичь доли в объеме производства до 50%. Перед автопроизводителями стоят задачи модернизировать производство и подготовить кадры. Последнее, как никогда, важно. Больше 30,5 тысяч машин выпустили казахстанские заводы только с начала года. В основном легковых. Показатель вырос почти на 7% по сравнению с прошлым годом. Машины отечественной сборки пользуются большим спросом. В прошлом году официальные дилеры продали около 200 тысяч новых авто. За весь 2023, например, год каждый из этих брендов реализовал на стране по 46 тысяч автомобилей. Но надо понимать, что практически весь модель-ряд этих брендов выпускается у нас в стране. На заводах в Алматы и на заводе в Кустанае. И, по сути дела, больше 2-3 спроса, примерно 70% спроса, приходится на те автомобили, которые локализованы в нашей стране. Наш рынок продаж, по мнению экспертов, входит в тройку крупнейших среди стран СНГ. И по объему уступает только России и Узбекистану. В последнем производство выросло до 50%. С начала года там выпустили больше 90 тысяч легковушек, включая специализированные модели. Алишер Ашимов, Багдад, Кайркен, 24КЗ. Другим темам. Аграрии от Ираусской области расширяют пастбище и сенокосные угодья. В регионе в основном занимаются животноводством, а корма вынуждены привозить из соседних областей. Поэтому предприниматели решили максимально сохранить пришедшую с паводком воду и соорудить новые лиманы. Благодаря разливу реки Уилл в этом году здесь появилось 12 озер. Это позволило увеличить площадь пастбищ как минимум вдвое. В целях сохранения пришедшей во время половодья воды крестьяне устроили естественные водоемы на площади 3000 гектар. Они станут отличным подспорьем для местных животноводческих ферм. Есть четыре озера, относящиеся к одному соседнему сельскому округу, и два озера, относящиеся к другому. Для жителей местных деревень это настоящий подарок. Будет хорошо и скоту, и самим людям. Фермерское хозяйство в селе Жаскайрат содержит больше тысячи овец и коз и около 700 коров. Корм для домашних животных привозили из других регионов. А в этом году местные луга и пастбища, уверены сельчане, станут куда богаче питательной травой. Теперь у нас будет возможность не только хорошо кормить скот на пастбищах, но и запастись сеном на зиму. И, наконец, перестанем тратиться на покупку кормов в других краях. Жители сел, расположенных вдоль реки Уил, уже три года как начали возделывать прибрежную землю. Выращивают недорогую и качественную продукцию. В прошлом году здесь собрали 36 тысяч тонн урожая с 70 гектаров земли. Мы увеличили площадь и возделывание сельскохозяйственной земли до 160 гектаров. Одной только люцерны местные предприниматели заняли полсотни гектаров. Сохранение воды важно и полезно для развития сельского хозяйства. Прежде из двух миллионов гектаров земель Козелкогинского района использовалось всего 670. Теперь сельхозплощади удалось увеличить в два раза. В этом году заготовкой кормов займутся сразу 42 местных хозяйства. Наталья Волкова, Растанбек, Кенджи, Айбек Байзаков, Атараусская область, 24КЗ. Рыбное хозяйство намерены развивать фермеры в Житысайском районе Туркестанской области. Они обустроили возле населенных пунктов искусственные пруды и начали выращивать мальков. Вместе с этим сельчане планируют увеличить объем производства и разводить такие виды рыб, как карп, амур, толстолобик. Подробности в нашем следующем материале. Одним из первых разводить рыбу в селе Атамикен начал умерзак Маханов. Он выкопал искусственный пруд прямо возле дома и запустил туда полторы тонны мальков. Сейчас каждый из них набрал до одного килограмма живого веса. Сейчас здесь есть карп, лещ, толстолобик. Кормим их два раза в день зерном. Также проводим насыщение воды кислородом. В развитии рыбного хозяйства участвуют все члены семьи. Младшие отвечают за уход и своевременную подачу корма для рыбы. Рано утро начинаем кормить рыбу. Также проверяем состояние воды, ее температуру. Если надо, очищаем от мусора или травы. Второй раз кормим вечером. Также наблюдаем, как рыба питается. Сейчас в Житасайском районе свыше 10 хозяйств с общим поголовьем рыбы около 200 тысяч. Мальков для разведения сельчане приобретают в Шардаринском рыбном заводе. Товарная рыба стоит 2800 тенге. Для разведения мы доставляем живую рыбу во все города страны. Мальки у нас продаются по 2500 тенге. При этом всю рыбу доставляем покупателям на специальной технике. В свою очередь для желающих заняться рыбным хозяйством предусмотрены специальные субсидии. Первая продукция наших рыбных хозяйств уже реализуется на местных рынках и в магазинах. Если говорить о господдержке, то возмещается 30% стоимости рыбного корма. Если фермеры приобретают мальков, то здесь тоже положены выплаты. Сейчас в Туркестанской области свыше 250 рыбных хозяйств. 70 из них были открыты в прошлом году. Теперь в регионе планируют до 2030 года производить 20 тысяч тонн товарной рыбы. Аслан Абудалипов, Жандос Жмабеков, Конна Шабулов, Туркестанская область, 24КЗ. Овощеводы Кустанайской области терпят убытки. Цена на картофель на рынке понизилась еще несколько месяцев назад. Так что они вынуждены продавать его ниже себестоимости. Причина в богатом урожае, собранном осенью. И конкуренции с импортной продукцией. Какие пути выхода из непростой ситуации обсуждают в регионе, выясняла наша коллега Наталья Строкова. Овощевод Владимир Семейкин готовится к посевной кампании. В хозяйстве больше 200 гектаров земли. 170 из них занимает картофель. Но за последний год корнеплод уходит в минус. Если следовать только законам рынка, то тогда это значит сокращаться. На сегодняшний день информация такая, что некоторые не будут сажать картофель. Кто-то вообще разорился. Каждое хозяйство решает эту проблему по-своему. Программы государственные на этот счет нет. В прошлом году местные овощеводы собрали 160 тысяч тонн картофеля. Это вдвое больше потребности региона. Переизбыток сказался на цене. Она упала до минимума. Повлиял и ввоз более дешевой продукции из России. Приходится тоже опускаться до этих цифр. Весь урожай прошлого года мы торгуем в убыток. И цифры убыток серьезные. Себестоимость сейчас по предварительным цифрам это будет за 100 тенге. Мы торговали большую часть зимнего времени по 55 тенге. На сегодняшний день у нас цена на рынке 80 тенге. Основной рынок сбыта для овощеводов местный. На экспорт отправили меньше процента от собранного урожая картофеля. Аграрии говорят о необходимости расширения географии поставок и просят внести изменения в действующий закон о семеноводстве. Речь идет о внедрении новой системы инспекции и сертификации семенного картофеля и посадочного материала плодовых культур. Мы в Министерство сельского хозяйства направили письмо. При рассмотрении этого закона с положительной стороны откроется нашим овощам и картофелю выход на дальние зарубежья. Пока мы только отправим в Россию, Узбекистан, вокруг своего пояса. А также можно будет экспортировать в более другие страны дальние. В профильном ведомстве со своей стороны предлагают альтернативное решение проблемы перепроизводства. Фермерам рекомендуют сфокусировать усилия на глубокой переработке того же картофеля и других сельхозкультур. Наталья Острокова, Сергей Трахтенберг, Кустанай, 24КЗ. Свыше 300 миллиардов тенге потратили казахстанцы на отдых за рубежом. Это почти наполовину больше, чем в 2022-м. Расходы путешественников подсчитали аналитики Freedom Life. По данным бюро над статистики, на 20% выросло число тех, кто смог позволить себе заграничный отпуск в прошлом году. В зарубежные страны выехали свыше миллиона человек. И чаще всего путешествуют казахстанцы в возрасте от 25 до 34 лет. Меньше всего туристы за 50. Тему продолжит наша коллега Сабина Балашкина в рубрике «Первая цифра». Сабина, доброе утро. Скажи, жители каких регионов чаще всего отдыхают за рубежом? Ну вот, как говорят аналитики, больше всего на зарубежные поездки потратили жители области Абай. На втором месте туристы Шимкента, на третьем – жители Мангисталской области. По данным аналитиков Freedom Life, траты туристов на подготовку к поездке за рубеж выросли на треть. В денежном выражении сумма достигла почти 200 миллиардов тенге. Больше всего путешествующие потратились на услуги транспорта, шоппинг, питание и проживание. В списке расходов у туристов есть также и страхование поездки. По итогам прошлого года на оформление обязательных полисов казахстанцы потратили почти 7 миллиардов тенге. А это на четверть больше, чем в 2022. Стоимость обязательной и добровольной медстраховки не фиксирована и зависит от многих факторов. В какую страну направляется турист, какой у него маршрут, транспорт, на сколько дней и так далее. Средняя стоимость обязательного полиса – примерно 7 тысяч тенге. Средняя стоимость добровольной страховки по программе Freedom Travel – около 12 тысяч тенге. Однако в зависимости от страны и срока пребывания может стоить около 130 тысяч тенге и более. Страховка покрывает расходы на экстренную медицинскую помощь, стоматологические услуги, медицинскую транспортировку застрахованного, если нужно третьих лиц в страну пребывания и другой медсервис. Выплата может составлять от 10 до 100 тысяч евро. Казахстанцы смогут летать прямыми рейсами на европейские курорты. Казахстанский авиаперевозчик возобновил сезонные полеты в Грецию и Черногорию. Рейсы из Алматы в Ираклион запустят 6 июня. Они будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе от 308 тысяч тенге. Для поездки в Грецию казахстанцам нужна шенгенская виза. Также авиалиния запускает перелеты из Алматы в столицу Черногории с 8 июня. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и субботам. Кроме того, авиакомпания начнет полеты из Астаны в Подгорицу с 9 июня по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Граждане Казахстана могут посетить Черногорию без визы до 31 октября, включительно, если время пребывания не превышает 30 дней. Минимальная стоимость билета в обе стороны из Алматы в Подгорицу стоит не меньше 280 тысяч тенге. С 25 мая между Казахстаном и Вьетнамом заработает безвизовый режим, сообщили в Министерстве иностранных дел. Визовые требования отменяются для граждан двух стран, владельцев национальных паспортов. Они могут находиться в обоих государствах 30 календарных дней со дня въезда. Вьетнам востребованное направление, в том числе и среди казахстанских туристов, из азиатских туристических стран. Вьетнам напрямую конкурирует с Таиландом по популярности. Ценовая политика в стране позволяет полноценно отдохнуть даже при очень ограниченном бюджете. Ценовая политика в Казахстане Доходы выросли на 12%. В этом году Казахстан также стал самым популярным направлением для туристов из Арабских Эмиратов, в священный месяц Рамазан и на праздник Ораза-Айт. Число поездок китайских туристов в нашу страну тоже увеличилось и сразу на 115% после того, как ввели безвизовый режим. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних торгов курс доллара составил 439 тенге 43 тенов, рубль 4 тенге 80 тенов. Коллеги, на этом у меня все. Увидимся уже в следующем информационном выпуске. Благодарим, Сабин. И в завершении, прежде чем мы тебя отпустим, я хочу спросить, ты входишь же в число вот как раз-таки этих избранных, которые могут вылететь за рубеж? Стараемся выезжать по возможности за границу. А слышала, что за рубежом существует длительный отпуск, и он набирает тренд. Вот об этом, если ты еще не слышала, поговорим с нашей коллегой Жанной Хусаеновой, международным обозревателем, который как раз-таки готова рассказать подробности. Но Сабина сама является, получается, иностранным туристом, но для иностранных туристов, которые хотят посетить Казахстан, добро пожаловать. Благодарим. Это была первая цифра и наша коллега Сабина Балашкина. Тем временем в мире, в западных компаниях набирает популярность соббатикал, длинный или длительный творческий отпуск или отдых от работы. От обычного отпуска он отличается, в первую очередь, продолжительностью и составляет как минимум несколько месяцев. Это время может быть использовано для учебы, творчества, открытия своего бизнеса, волонтерства, путешествий или просто отдыха. И в этой теме разбиралась наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанна, кто все-таки может уйти в такой отпуск? Мы входим в этот список избранных. Доброе утро, коллеги. Думаю, да, потому что обычно соббатикал предоставляют ценному и давно работающему в компании сотруднику, чтобы избежать его профессионального выгорания. Отлично. Или восстановиться, если это уже произошло. Подробнее расскажу через несколько секунд. В последние десятилетия соббатикал был принят в юриспруденции, IT и консалтинге. А в прошлом году он стал так называемым мейнстримом. По мнению экспертов, на это повлияло великое увольнение. Это процесс в западных странах, когда после окончания локдаунов люди стали массово принимать решение не возвращаться на работу. Чтобы завлечь сотрудников обратно, корпорации и государственные организации значительно расширили программы поддержки. Сейчас многие компании страдают от текучести кадров. Хорошие работники уходят, продолжают улучшать свои навыки вне компании. А работодателю приходится платить за найм новых людей и их обучение. Соббатикал помогает предотвратить эти затраты. В прошлом году уровень добровольных увольнений составил 7%. Это гораздо ниже, чем в других похожих компаниях. Часто в основе такого вида отпуска лежит идея дать сотруднику не просто возможность отдохнуть, а получить новый опыт и развитие. Большинство компаний не оплачивает соббатиклы, хотя бывают и исключения. Например, к ним относится творческий отпуск, во время которого работник может провести исследование, связанное с работой. Официально соббатикл не закреплен в трудовом законодательстве ни в одной стране мира. Однако некоторые международные компании и госучреждения уже используют эту практику. В прошлом году в Объединенных Арабских Эмиратах такие отпуска начали предоставлять государственным служащим, которые хотят начать собственный бизнес. Люди могут попробовать себя в предпринимательстве и вернуться на рабочее место через год, если будет такая необходимость. В период соббатикла работодатель выплачивает им 50% заработной платы. Соббатикл помогает создать более сбалансированные отношения между работниками и работодателями. Люди возвращаются на работу более энергичными и полны идей. Кроме того, это делает компанию намного более устойчивой. Мы научились функционировать даже в отсутствии ценного сотрудника. А теперь поговорим о том, какие места для отпуска предпочитают туристы. В индустрии путешествий зародилась новая тенденция. Людям предлагают неизведанные направления вместо переполненных туристических точек. Например, Ливерпуль вместо Лондона, Парас вместо Санторини, Пула вместо Рима. Причиной нового тренда под названием The Destination Duke стал избыточный туризм. Поток посетителей не только нарушает жизнь местного населения, но и способствует повышению арендной платы, а также загрязнению окружающей среды. В свою очередь, альтернативные локации предлагают аналогичную атмосферу, но по более низкой цене и без толк туристов. Очень важно облегчить давление на определенные направления, продвигая предложения на другие маршруты, которые не так хорошо известны на международном уровне. Тем временем в Испании среди пенсионеров становится популярным внутренний туризм. Миллионы пожилых людей, как испанцев, так и иностранцев, живущих в этой стране, имеют право на субсидии на путешествия. Программу запустило правительство в 2021 году. И в последнее время она набирает популярность. Идея проекта такова. Когда отдых для пенсионеров становится более доступным, они улучшают свое здоровье и качество жизни, что положительно влияет на бюджеты социальных учреждений. Туристическая программа способствует активному старению и пропаганде активного образа жизни, одновременно поддерживая солидарность поколений, создавая рабочие места и экономическую активность. А также способствуя межтерриториальной солидарности благодаря путешествиям между различными регионами. Таким образом, программа приносит пользу и экономики отмечают в управлении. Большая часть субсидируемых поездок приходится на низкий сезон. Обычно с октября по июнь, что помогает поддерживать и развивать туристическую отрасль страны. Коллеги, большинство поездок в Испании для пожилых людей предлагают по территории самой же страны, но можно отправиться и в Португалию. Было бы замечательно, если бы в нашей стране тоже приняли такую программу. Как считаете? Еще про одну практику я как раз хочу упомянуть, о чем ты говорила вначале. Если в УАЭ уже в прошлом году дали госслужащим такой длительный творческий отпуск на возможность открыть свой бизнес, вот это, наверное, у нас еще придется ждать, когда внедрят такую практику. А в нашей стране испанские субсидии были бы в плюс нашим пенсионерам. Спасибо, это была Жанна Хусаинова и Контурмира. Мы продолжаем. Продолжим рассказывать о событиях в мире. Число погибших в результате мощных наводнений на юге Бразилии возросло до 100 человек. Около 130 пропали без вести. Еще около 230 тысяч вынужденно покинули свои дома. Как сообщает Associated Press, большая часть южного штата оказалась изолированной. Вода затопила областной центр. На ликвидацию последствий выделят около 40 миллионов долларов. Спасательные операции в регионе все еще продолжаются. Власти предупреждают, число жертв может увеличиться. Метеорологи прогнозируют продолжение ливней. Ну а сейчас в Кению там зафиксирован рост заболеваемости холерой. В одном из регионов страны выявили 44 новых случая. Это произошло в результате смешивания паводковых вод с питьевой и хозяйственной водой. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что наводнения, вызванные проливными дождями, повысили риск эпидемии не только холеры, но и малярии. Местные власти усилили меры профилактики. В районы, где выявили случаи заболевания, доставили средства для очистки воды и медикаменты. Проводится дезинфекция зданий. Сотни мигрантов продолжают ежедневно прибывать на Канарские острова, большая часть из них подростки, многие выходцы африканских стран. В опасные путешествия несовершеннолетние зачастую отправляются без сопровождения взрослых. По прибытии на архипелаг их размещают в специальных центрах, где они содержатся до совершеннолетия. Сейчас под опекой правительства Канарских островов находятся около 5000 человек. Чтобы справиться с ростом числа нелегалов, властям пришлось удвоить количество приемных центров. В этом году эксперты ожидают их рекордного наплыва на территорию архипелага. По примерным оценкам, туда прибудут около 70 тысяч мигрантов. А крупнейшие профсоюзы Аргентины проводят общенациональную забастовку. Ее участники выступают против реформ правительства президента Хавьера Милея, в частности сокращения государственных расходов. Активисты требуют повышения зарплат на фоне массового недовольства в Буэнос-Айресе. Не работают банки, службы по уборке мусора и почта. Медицинские учреждения будут оказывать только неотложную помощь, передает агентство Рейтер. На улицах столицы частично прекратилось движение автобусов. Не работает метро, отменены сотни авиарейсов. Это уже вторая всеобщая забастовка с начала года. Возобновляемые источники энергии впервые обеспечили более третьей генерации электричества в мире. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Эмбер. Таких результатов удалось добиться благодаря быстрому развитию и увеличению количества витриных турбин и солнечных батарей. Эксперты ожидают к следующему году использование ископаемых видов топлива снизится примерно на 2%. В связи с чем в странах наблюдается спад традиционных видов энергетики. Нефтяной, газовой и угольной. Активнее всех чистую энергетику развивает Китай. Раиса Дусанова Она в столицу с семьей переехала почти 30 лет назад. За это время она поменяла несколько квартир. Проблема шумоизоляции практически во всех многоэтажках, рассказывает она. Ночной покой часто нарушают шумные соседи. Громко выясняют отношения, устраивают веселые застолья до утра или круглосуточно делают ремонт. После 10 ночи начинается и сверление, особенно в новых домах я жила, шум, грохот, молоток. Это все неудобно, очень неудобно. Мы боролись, вот например, я жила в одном ЖК последнем, предпоследнем. Естественно, там мы жаловались, уже сама председатель ОСИ или КСК. Вызывали мы административную полицию, вызывали 102, естественно, адам, штрафы накладывали, но это было бесполезно. Сейчас число звонков в полицию из-за шумных соседей выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Больше всего обращений среди жителей мегаполисов. По квартире они бегают, а слышно там нам, сверху особенно было, дети, а они вообще непослушные. Скажут женщины, мамочки, ну, это же дети, я говорю, дети-то дети, у меня тоже дети двое маленьких. А ремонт делают, сверлят, стены убирают. Ночью, в пять ночи делали тоже, жаловались, соседки жаловались, там рядом с ними живут, вообще она, говорит, спать не могла. Бывает, иногда приходится подняться и предупредить, что как бы уже поздно, ну и все нормально после этого становится. За 23-й год полицейские оформили 94 тысячи протоколов на нарушителей тишины. Только с начала этого года казахстанцы заплатили 345 миллионов тенге штрафов. Там предусмотрены санкции в виде физическим лицам от 5 до индивидуальным предпринимателям до 100 МРП. То есть для физических лиц это 18 тысяч тенге, а для индивидуальных предпринимателей это доходит до 370 тысяч тенге. Нарушение тишины это повторно. На физических лицах это уже налагается штраф 10 МРП, а на индивидуальных предпринимателях до 150 МРП. Шуметь нельзя с 10 вечера до 9 утра в рабочие дни. Праздники и выходные режим тишины должен соблюдаться с 11 ночи до 10 утра. Кстати, чтобы составить протокол, полицейским приходится опрашивать соседей. Полномочий по измерению шума у них нет. Сейчас полномочия по замеру шума только у санитарно-эпидемиологического контроля. То есть в данном случае я предлагаю расширить полномочия полицейских. И при выезде на такие факты, чтобы у полицейских была возможность замерять шум. К слову, до суда эти дела не доходят. Хотя, если жалобщик докажет в суде, что, к примеру, громкая музыка через стенку привела к бессоннице, то вполне можно взыскать моральный ущерб и компенсацию. Ну а в продолжении темы, как бороться с шумными соседями в многоквартирных домах. Предлагаем поговорить прямо сейчас с юристом, экспертом в нашей студии Эльдар Камалединов с нами сегодня утром. Эльдар, доброе утро. И да, до этого диалога мы уже втянулись в разговор во время сюжета, что все-таки делать с этими соседями, они есть у всех. Единственный вопрос, как доказать. Ладно, хорошо, мы там справляемся, полицейских вызываем, участковых, но мы же не можем доказать факт нарушения. Что для этого надо? Да, вот я еще раз повторюсь, что шумомер необходим. То есть нужно, необходимо покупать специальный сертифицированный шумомер? Не обязательно покупать, главное, чтобы он был сертифицированный. Его можно купить на маркетплейсе, а можно, ну у кого он может имеется там специальный, может орган контролирующий какие-то. Вот здесь важно, уважаемые зрители, кто только что подключился, доброе утро всем, надеюсь, у вас ночь была спокойной. Но если у вас есть шумные соседи, первое, что нужно сделать, это доказать, что уровень шума был превышен. Для этого есть специальный шумомер, оказывается, можно приобрести. И вот сами подробнее расскажите, что дальше делать. Какой уровень должен быть превышен? Уровень вообще, если это дневное время, 55 дБ, допустим, оно считается. Ночное, 45 дБ. То есть и днем мы можем доказать, что превышен уровень? Да, и днем тоже можно доказать. И ночью, и днем. Хорошо, вот мы доказали. Что после этого мы делаем? Какой алгоритм? Ну там еще не дошли немножко до алгоритма. Там помимо замера еще и стипы шумов там, да? То есть это может быть дрель, может быть там музыка громкая. Дети? Да, да, дети. Ну дети там, это так, это относительно. Тем не менее. Вот услышали мы, замерили. Что дальше? Зафиксировали, пригласили участкового. Нет, сначала до участкового, как правило, практика показывает, что нужно обратиться к своему председателю ОСИ или с соседями объединиться вместе. То есть, если вы сначала сами подходите, вам дают там, может быть, это какие-то маргинальные слои, да, там. Если вас разворачивают, нужно объединиться с соседями. И в группе, допустим, у каждого в доме есть группа какая-то, да, обратиться коррективно к председателю ОСИ, например. А если он ночью не отвечает, либо пишет, сразу звоните участковому? Да. Ну, в таком случае надо сразу звонить. Вообще, если это связано, допустим, с какими-то хулиганскими действиями, да. Драка. Да, там пьяная какая-то драка. Это уже помимо шума, это уже будет как мелкое хулиганство этих, то есть административная статья. Скажите, вот сколько, ну вот на вашей практике, к примеру, было таких случаев, что шумомер и вот такой алгоритм помогали? Ну, как правило, у нас у народа психология какая-то. Ну, человек делает ремонт, что с ним ругаться? Это как бы сосед же, да, надо понимать. Ну, смотрите, по времени у нас допускается в будние дни с 9 утра до 10 вечера можно шуметь. Ремонт, допустим, делать после уже этот нельзя. Если это, допустим, у вас кафе где-то внизу дома находится, да, субъекта среднего предпринимательства, там с 10 до 11 вечера, по-моему, да, можно. Мы озвучили ранее, что около миллиарда штрафов только в столице, большая часть в столице была зафиксирована. И прямо сейчас мы в ТикТоке, есть возможность у всех казахстанцев задать вопрос. Здесь пишут, в основном в ЖК очень тонкие стены. И эта проблема прямо на каждый день очень актуальна. Поэтому давайте еще раз проговорим алгоритм действий. Если нет шумомера, что делать, как доказывать, как штрафовать? Ну, то есть недостаточно доказать, нужно же это как-то предотвратить, остановить. Да, там момент такой есть. Есть, допустим, если это внезапные какие-то шумы, да, а есть которые регулярные шумы. Это две разные категории. То есть если внезапные, то это, как правило, как-то хулиганка уже идет. Это уже, можно сказать, что это дело будет не о шумах, это будет дело о мелком хулиганстве, если там не жуще, да. А если это на регулярной основе, то нужно смотреть. Если это ремонт делает, это один вопрос, да, человек там. Если там делают ремонт, но есть больной человек, административным кодексом. Вообще в кодексе о здравоохранении предусмотрено, если шум наносит вред, допустим, больному человеку. Лежит там человек, допустим, в полукольне, да, и там у каждого не так вот шумят. Это можно доказать то, что наносится вред здоровью. В таком случае на субъектов среднего предпринимательства штраф в 30 МРП, на физлиц в 5 МРП идет штраф. Эльдар, вот смотрите, вот как правило, в отсутствие, в момент отсутствия того же шумомера, люди вызывают там участковую или полицию, да. Если полиция не помогает, соседи провоцируют конфликт, то как в такой ситуации быть? Я дополню вот свой случай, о чем мы начали говорить. Что я приглашаю, например, участкового, вот как раз вы говорили, что постоянно, регулярно у меня есть шум над моей квартирой. Я вызываю участкового, участковый пока приедет, пока я видео это сняла, не доказать в большинстве случаев. И участковый просто берет, у меня же, опять же, меня тревожит ночью, берет заявление и все, и дальше не идет дело. Что делать в этом случае? Ну, вы упоминаете свой случай, допустим, вы зафиксировали на камеру то, что там какой-то был инцидент, да, показали? Я сама ногами сходила еще и ночью. То, что прямо там гудели, шумели, били, стучали? У меня это было доказано, дверь не открывается, я отсняла. Приехали участковые, они постучали, а там все тихо, мирно все спят. Что делать? Мы не можем никак доказать, даже видео не помогает. Шумомер приобрести, окей, хорошо. А если вот в большинстве случаев не помогают обращения в полицию, а соседи провоцируют конфликт, продолжают, вредничают, что делать? Опять-таки, здесь нужно, если это на постоянной основе происходит, то нужно эти все факты фиксировать и коллективно объединяться против соседей. Можно подать даже иск. Если у вас будет достаточно доказательств, допустим, то, что регулярно это происходит, участковые бездействуют, вы можете объединиться и с оси. Вообще оси должно содействовать, чтобы был порядок в доме. То есть они обязаны содействовать. Такого не бывает, что там вот участковый, если я участковый, я не должен предпринимать меры. Потому что в любом случае вы можете, если меры злостно не принимаются, вы можете пожаловаться в прокуратуру, допустим, грубо говоря. Но это нужно так пошуметь, извините, чтобы было очень громко. То есть как-то так, это относительные все вещи. Но это с учетом того, если организация оси правильно работает вместе с жителями этого дома. А мне интересно, как юрист справляется с такой проблемой. У вас же тоже есть соседи? Вы же многоквартирный, многоквартирный уже живете? Да, вот это. Были такие случаи? Как решать? К счастью, у меня таких проблем никогда не возникало. Всех засудили. Ну, вот просто, наверное, стены не такие тонкие, как во многих ЖК. Да, да, да. Ну, видите, у нас же психология народ такая. Помните, как в прошлый раз про потребительные мы обсуждали? Как правило, у нас люди стесняются, в общем, такими делами заниматься. Допустим, у меня сейчас больше, допустим, запросов по кибермошенничеству. Там люди там в Каспи-профит вкладываются, теряют миллионы тенге, да? Вот такие запросы. То, что там полицейские, они даже, некоторые даже отказываются от таких дел. То есть бывает, что там, да, вот... Про шум вы имеете, когда рядом такой мошенничество? То есть, да, вот, допустим, взять относительные дела там, да? Вот если шум, ну, должен быть просто... Участковый должен быть очень такой, ну, как бы, стердобольный, чтобы заинтересоваться, да, там, шумом, да? Ну, конечно, если там маргинальные какие-то личности, их можно наказать там, да? А если это человек, который солидный, просто ремонт делает, хорошее там у себя, здесь уже с ним нужно дипломатию находить, то есть, так вот. Ну, вообще, лучше, как говорится, не ссориться с соседями, жить в мире, как в знаменитом мультфильме «Давайте, друзья, жить дружно». Ну, в наши дни соседей мы зачастую даже и не знаем. Единственное, ночью узнаешь, когда после 11 они начинают либо драться, либо ругаться, либо на повышенных тонах разговаривать. И вот в этот момент не знаешь, что делать. Это были рекомендации от юриста Эльдара Камаледдинова, как бороться с шумными соседями. Коротко резюмируем. Получается, покупаем шумомер, чтобы доказать, превышенный уровень шума, без этого никак. Собираем все видеофиксации и обязательно обращаемся первым делом в ОСИ, потом только к участку. Да, ну и желательно, конечно, если не только же вы слышите звуки, это могут быть и соседи ваши. Собрать несколько подпись. Чем больше будет резонанса, тем больше шансов, что участковый примет серьезные меры какие-то в этом отношении. Благодарим. Точные советы от юриста Эльдара Камаледдинова. А мы продолжаем. Ну а сейчас переходим к спорту. Юлия Путинцева сыграла свой второй матч на турнире серии «Мастерс» в Риме казахстанской теннисистке на грунтовом корте. Противостояла американка Слоан Стивенс. 35-й номер в рейтинге WTA. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется спортивный обозреватель Алишер Накипов. Алишер, вам слово. Кто победил? Ждем от тебя подробностей. Юлия Путинцева одержала победу в двух сетах с общим счетом 6-3, 6-2. Игра завершилась за 1 час и 15 минут. Примечательно, что 31-летняя американка в 2017 году стала победительницей открытого чемпионата США. На минуточку US Open входит у нас в категорию турниров большого шлема. Так что это очень важная победа. В следующем матче казахстанская Теннисистка сыграет с первой ракеткой мира из Польши Игорь Швюнтек. Боксеры сборной Казахстана продолжают подготовку к международному турниру Елёрда Кап, который на днях стартует в Истане. Для отечественных мастеров перчатки первенства станет одной из последних проверок на прочность перед Олимпиадой в Париже. Примечательно, что тренерский штаб завел практически всех первых номеров национальной команды, в их числе Сакимби Босынов, Махмуд Сабархан, Асланбек Шумбергенов, Нурбек Уралбай и Айбек Уралбай. Все они уже обеспечили себе путевки на главные игры 4-х летия. Помимо спортсменов из нашей страны, в соревновании примут участие боксеры из Узбекистана, Китая, Индии, Ирана, Монголии, Марокко, Японии и Таджикистана. Подготовка идет по плану. Наверное, хорошо, что сможем провести пару боев. Это важно для поддержания формы накануне Олимпиады. Главная цель – выиграть медаль на Олимпиаде. Мы настраиваемся на высокие результаты. Настрой у нас боевой. Елерда Кап – один из самых значимых международных турниров в нашей стране. Будут выступать представители разных стран. Но из-за того, что сейчас еще идут отборочные турниры к Олимпиаде, список участников оказался не самым большим. Но даже это огромное подспорье для наших боксеров, для их подготовки к Олимпиаде. Это позволит вновь поработать над ошибками, обменяться опытом. Каждый из парней должен провести 3-4 боя. Это пойдет боксерам только на пользу. Сегодня в столице стартует международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Участие в нем примут более 500 мастеров татами из 84 стран, в их числе чемпионы и призеры Олимпиад. Отмечу, турнир является последним этапом Гран-при перед играми в Париже. Во многом именно от итога выступления в Астане будет зависеть судьба путевок на главные старты 4-летия. Общий призовой фонд Grand Slam составит больше 150 тысяч евро. У вас большая история имени проведения соревнований. У вас большая история чемпионов, палуанов, которые прославляют вашу страну на мировой арене. Конечно, мы знаем и ждем, что будет все на высоком уровне проходить. Мы уже были вчера в зале, в спортивном зале. Все организовано на высоком уровне, претензий нет. И мы ждем красивой борьбы. Коллеги, в завершении хотел бы сказать о том, что до Олимпиады в Париже осталось не так много времени. Она стартует уже в конце июля. Это значит, что у наших спортсменов также осталось не так много времени для того, чтобы завоевать дополнительные лицензии. В частности, как я сказал в своих материалах, у наших борцов и дзюдоистов это последняя возможность завоевать путевки. Также хотел бы сказать, что через несколько дней в Таиланде стартует последний лицензионный турнир по боксу. Так что пожелаем удачи нашим боксерам. Да, желаем удачи нашим боксерам. Ну а я предлагаю нашим болельщикам сегодня поучаствовать и поддержать в мировом турнире под дзюдо Гранд Слэм наших спортсменов. Болеем и верим в победу. Алишер, спасибо за подробности из мира спорта. Это был наш коллега, спортивный обозреватель Алишер Накипов. А в студии для вас работали Лунар и Бигусинова. Я Растан Балтин. До встречи на канале 24КТ. Субтитры подогнал «Симон»